Спасибо, ребят. Спасибо, что позвали. Меня зовут Вова, я алкоголик. Божьей милостью, и с помощью этой чудесной программы я сегодня трезвый 9 дней, 2 месяца и 10 лет. Вот, и это странно для меня по сегодняшний день. Я когда, знаете, вот до 10 как-то называл срок трезвости, я как-то, ну, вот этот рубеж впереди маячил, там, юбилей, да? Так я как-то не очень. Я когда перешел через 10 лет, мне что-то так стрёмно стало, я вообще не понимаю, что это, как это. Ну, типа, 10 лет — это большой срок жизни человека. Я глядываюсь назад, то, что я в пьянке, там, не помню, две трети того, что я исполнял, накаталанно. Ну, типа, ну, пьяныш был, скачуха. А я, к сожалению, за эти 10 лет тоже мало что помню. Как бы оно стирается в памяти, уходят события, примелькивается всё это. Люди, 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 много людей было. Вот, начнём, пожалуй. Всегда приятно выступить. Здорово, что в онлайне всё с лицами, всё нормально, всё как это самое, как должно быть. Потому что, ну, говорить пустой экран, вот я несколько раз пробовал, у меня совсем не получается. Я теряюсь, вообще не соображаю. Не нужны люди. Я понимаю, что это самое там написано в предисловии, да, к чёрному изданию. Модем к модему, всё замечательно. Ну, хотя бы лица-то надо видеть, понимать вообще, кому ты говоришь и зачем. Вот. Тема заявлена была, как, если я правильно сформулирую, как я нашёл Бога, да, как я его искал, как я его нашёл, правильно? Как я начал доверять Богу. Как я начал доверять Богу, ага. Хорошо. Окей. Начнём с того, что я его не искал. Поскольку я его не искал, то о доверии речи идти не могло. То есть, ну, придётся так или иначе коснуться личной истории, но я постараюсь быть максимально кратким. Потому что всё-таки имеет смысл сказать, что и думая по поводу предложенной темы. И я сделал всё, чтобы с юности, с ранней, я сделал всё, чтобы в моей жизни Бога не было вообще. Я предпринял все усилия для того, чтобы умереть ранее отвратительной смертью алкоголика и наркомана. Я тщательно тренировался, я, ну, в общем-то, добился своих личных больших успехов на этом поприще. Не, ну, конечно, кому-то удавалось больше мыхлебать, но в моём личном понимании это были очень серьёзные достижения. Я, как сегодня понимаю, алкоголик с детства, я таким родился, раньше я этого не знал. Но я вообще не видел никакой привязки к алкоголизму. Я вырос в обычной семье, в Белоруссии я родился. И семья еврейская, как бы, есть такая стигма, типа, евреи не пьют. Ну, во-первых, это стигма, она и есть стигма, всё это ерунда полная. Вот. А во-вторых, я, ну, яркий пример того, что это неправда. И, ну, я не предполагал, конечно, что я странно алкоголиком, но тяга у меня была. Довольно рано я познакомился с алкоголем. И я не пил сразу много. Были трудности достать и трудности купить. Это были времена эти самые, там, Андроповские, потом Горбачёвские. Вот. Но я помню, что я всё время хотел. Я всё время хотел. И я помню, как я прямо, ну, чувствовал вот это вот приближение каких-то праздников, неважно каких, вот эту вот, ну, возможность официально выпить, пусть немного, но выпить. Я не буду всё это долго и нудно рассказывать. Я сказал, что кратко постараюсь насчёт личной истории, много туда не нырять. В 90-м году мы уехали в Израиль, я уже женился довольно рано. Мы приехали в Израиль, я сразу сориентировался, сопоставил зарплату в соотношении цены на спиртное. Мне всё понравилось. Сразу всё понравилось. Сразу стало мне импонировать, я сразу понял, что вложено в это самое слово сионизм. То есть я свой сионизм нашёл. Вот столько я примерно буду получать, даже не будучи каким-то квалифицированным специалистом. И вот столько стоит алкоголь, да, то есть, ну, жизнь состоялась, всё понятно. При этом не надо даже там как-то, ну, особо напрягаться, всё нормально. Вот, где-то через года два-три, я не помню, сколько прошло уже точно. Я ещё обнаружил, что в этой стране всё курит траву. Она достаточно доступна была даже тогда, сейчас вообще чуть-чуть практически легализовали. Ну и вообще всё стало хорошо. То есть когда я курил, что не обязательно напиваться и падать лицом куда-то и рыгать, а можно вот, ну, накуриться и чувствовать себя весёлым и кайфовым, я, в общем-то, на работе стал, что там попал, всё время у меня так складывалось, коллективы пьющих и всё. Я помню, что я так и говорил, я говорю, ну, что я буду с вами сидеть нажираться? Одну открыли, выпили, вторую, третью, пятую, нафига оно мне надо. Ну вот я с вами выпил стакан и пошёл накурился, то есть вы готовы, а я нет, мне весело. Вот так. И я считал, что я кайфовывал пациенту на войне. Примерно вот так. Я точно не помню, да, много лет прошло. Но примерно так я себя квалифицировал. Вот. И в дальнейшем это, конечно, очень сильно помешало мне с идентификацией. Опять же, сокращаем. Ну, всё это просто усиливалось, да, вот, ну, чтобы быстро рассказать личную историю. Что было за эти годы употребления? Да ничего хорошего. Ну, как было, знаете, вот, ну, есть что вспомнить, да, я всё-таки там женился, у меня дочка родилась, у меня были друзья когда-то, были какие-то пьянки весёлые, прикольные, были какие-то поездки, мы что-то, ну, вот, как все нормальные люди, куда-то ездили, там, машину купили, по стране катали, за границу уезжали. Вот. А, ну, а кроме этого? Кроме этого была работа и голимое употребление. Всё, точка. То есть что ты делал? Я работал. Что ты делал? После работы я бухал. Всё. Это ужасно, конечно, это так вот сейчас рассказываешь на кураже, причём все свои, все понимают, о чём идёт речь, но на самом деле, вот я сейчас, будучи человеком, уже, ну, можно сказать, уже позулым ещё не совсем, но уже началась эта стадия, да, 56 лет не исполнилось совсем недавно. То есть я глядываюсь назад, возникает вопрос, «Во, где твоя жизнь? Блин, не знаю». Ну, типа, а зачем всё это нужно было? Блин, я не знаю. То есть, знаете, это такое затянувшееся детство, такое вот пацанство никому не нужное, в возрасте около 30 лет, я ещё не умею, там, ну, хорошо, если 18 уже исполнилось, по поведению, да, а по мозгам 15. То есть вот так это примерно выглядело. Полная безответственность. Жена занимается всем, чем нужно заниматься в доме, уплатой счетов, деньги она считает. Ну, я только, я всегда гордился, что я хотя бы продукты в дом нёс и не пропивал последнее, да, как бы, и всё, больше ничего. Вот, и, ну, первое сознание проблемы пришло к 30 ближе, не помню точно, во сколько лет. В общей сложности я в сообществе нахожусь где-то с 2001 года. Вот я точно не помню, я всё усилиюсь посчитать. Я помню, что когда близнецы в Америке бабахнули, я был бухой сильно, а потом, вот после этого весной я выздоравливал. То есть получается что, 2002 год, видимо, так. Вот, это единственный критерий, дальше этого я не помню. Где-то перед этим там за год, за сколько произошло уже какое-то осознание. Вот, и был такой интересный момент, я тогда работал, сейчас работал, у нас есть такое место в Тель-Авии, бриллианты лагеря, в Израиле, ну, славится этим выпуском украшений. Я освоил эту профессию, это то, что позволяло мне пить на свои, как говорится, там у меня в финансовой девятке сильно крутой не было. Вот, и я когда выходил поздно с работы, а у нас принято работать допоздна, я выходил, я видел странную тусовку, это были молодые ребята, одна кучка стояла на иврите, разговаривала, вторая на русском. Они много курили, но они были трезвые, это было очевидно. Я подходил там чуть ближе, было прикольно, ну, а что они здесь делают? Вот, будний день, типа, ну, время девять вечера, там, полдесятого. Дискотека? Нет. Ну, если дискотека, где музыка, да? Вот. И тогда почему они трезвые? И я так и не узнал, кто эти люди, пока не состоялось в моей жизни то, что состоялось. Это была первая группа анонимных наркоманов, которая впоследствии начала посещать, ее давно не существует, по каким-то причинам закрыли, она была большая. Такой большой зал в подвале на иврите и зал поменьше на русском. В общем, я впервые осознал о проблеме уже довольно поздно. Есть в технике у нас написано, да, что многие пытаются решить проблему алкоголизма, когда уже, ну, сильно поздно, да. Я не помню дословно, простите за неточность цитаты, но речь именно об этом идет. То есть задолго до того, как, да, ты уже давно вляпался в голову, ну, осознания никакого. После первого репцентра я понял, что, ну, все, что они несут, это бред. Вот. И про болезнь бред. Потому что я-то не болен. Ну, про Бога вообще, ну, это было странно. Ну, мягко говоря, да. То есть я вот так вот шарашился от них и думаю, блин. То есть я такой активный, общительный. Я с первого репцентра садился на собрание, которое в Ребике проводят. Пытался что-то как-то говорить, высказывать какую-то умную мысль. Я вот не так давно вспомнил. Я чуть такое на курилке пацанам говорю. Слушайте, получается, что вся история вот только о том, как ты перед смертью будешь себя чувствовать. Типа, ну, как ты жизнь прожил. Такое зафилософствовало на меня. На меня посмотрели, как он сумасшедшего. Говорят, ой, слушай, ты мне порогу несешь. Короче, не об этом речь, понял? Я говорю, хорошо, ладно, не об этом, так не об этом. Ну и от слова Бог меня просто шарашило и все. Я понял так для себя эту тему. Примерно, да, это уже фраза такая настоявшаяся. Я все время повторяю в спикерских. Ну, делать нечего. У нас, кто выздоравливает, там, 5-6-7-8 лет, всегда клише какие-то появляются. Хочется избежать, но так проще выразить идею. То есть мысль звучала так. Так, блин, посмотри, как люди сбухались и спорчались, да, что им аж прям в Бога пришлось поверить. Это же до какой степени надо было ухайдухаться, чтобы для такого, ну, вообще, бред какой-то, да? Ты же, когда было мозги-то, профонарить, чтобы вот так вот, ну, блин, ну, слава, блин, слава, я не такой, слава Богу, слава Богу. Слава Богу, но в это же время слово Бог шокирует. Ну, это же бытовое такое, да, Господи, пронеси, там, спаси, слава Богу, там, не дай Бог. Мы все это произносим, как бы, ну, такие слова-паразиты, да? Ну, нет, ну, нет, до такой же степени, что вот это, они говорят, надо молиться, смысл молиться, как, что вы подразумеваете? Говорят, ну, молитву, я говорю, молитву что? Ну, вот я на коленях молюсь, говорит отец, я говорю, о, блядь. Короче, и все, ну, пить нельзя, пить нельзя, это я с водкой увлекся, стыдно очень было перед женой, работодателем. И я, помнится, я на группы, кстати, пошел, сказали, надо ходить на собрание, а я пошел. Слушайте, я не знаю, ведущий сказал, чай не пить, а я это, можно? Потому что я прям с работы, я хотя бы так, я не часто. Я же не знал. Короче, я на группу пошел, и я пошел к анонимным наркоманам, я как бы, ну, так, вякал что-то, я по алкоголю, я по алкоголю. А в ту пору в этом реп-центре было, ну, полтора алкоголика, включая меня, вот, поэтому вообще так не звучало. Ну, все говорят, я зависимый, я зависимый. Ну, я сказал. Ну, я спросил, говорю, а есть вот эта тема вообще с алкоголиками? Я говорю, ну, я не знаю, тут все наркоманы, что-то как-то. Говорит, Вова, слушай, есть где-то в Тель-Авиве на Иврите, там одни пердуны старые сидят, ты туда не ходи, ты нормальный пацан свой, короче, ты давай с нами кучкуйся. Ну, я кучковался. Где-то через полгода максимум я развязался, точно не помню. Я помню, обидно так было, думаю, слышишь, а что, блин, я вроде как понял все, что. Ну, и начался целый марафон. Я в этот реп-центр там заезжал, я не помню, я всегда спикерски говорю, что я не помню, то ли 9 раз, то ли 11. Условно 10. Я реально не был, блин. Я пробовал подсчитать. И со второго, по-моему, репика я уже даже зашел на шаги, у нас там наркоманы группой шагают, я, ну, так принято, да. Я пошел к ним, потому что с ребятами начал сдруживаться. Я, во-первых, я пару вещей понял. Я, во-первых, понял, что люди возвращаются в этот реп-центр. То, видимо, фишка вся в том, эти группы все построены на том, чтобы ты рано или поздно залетал в эту богодельную. И вот в этот момент ты пошляешь. Потому что, ну, там несчастные какие-то 30 чекелей за книжку, как бы, получается, ну, не выстраивается финансовая эта пирамида. Нету структуры, откуда гроши тянуть. Как бы больше они ничего не хотят. Приходишь на это, кидаешь там копейки в эту шляпу, как бы, не получается, да. И, ну, схема быстрая, ага, значит, вот это все для того, чтобы меня запрограммировать, чтобы я сюда залетал периодически. Вот. И вся эта шняга про бога. Но, если честно, если немножко слезть вот этой юморной волны, вот я впоследствии пытался вспомнить. Я, опять же, я не могу вспомнить, прямо вот вспомнить, да. Но вспоминается смутно, да, что даже там, даже вот в тех дремучих дебрях, в которых я тогда находился, возникал некий трепет. Вот когда брали за руки и молились после собрания, возникал какой-то трепет в душе. Я что-то чувствовал. Так я не мог тогда это описать. Я и сегодня не могу это описать, но, по крайней мере, я понимаю, почему я чувствовал этот трепет. Неоткуда он и что его вызывает. Это сложнее. А вот, ну, почему, как бы, более-менее. И поэтому я возвращался. То есть это было, в принципе, единственное место, где мне в нос не тыркали тем, что я срываюсь, где меня принимали, где меня жалели, честно говоря. Вот. Я хорошо помню, как я один раз припёрся на собрании, ну, в хламину пьяный, в хламину наркоманом пьяный. Я постеснялся. Или мне кто-то сказал, фу, отвали от тебя, как перегор твой вонючий. И я сидел внизу. Они там были на втором этаже, тогда группа была в таком, ну, как детское такое, спортзал, не спортзал, что-то там же. В общем, я сидел внизу, очень-очень плакал сильно, и меня девочки жалели. Вот я очень хорошо запомнил. Пришли девочки, меня жалели, по голове гладили. И сказали, что всё, ты иди спать, вот, ну, прям больше не пей, мы тебя любим, не употребляй, и всё. И я с ними пошёл, а тут они раз куда-то все свернули, и я остался один. И я, ну, опа, и всё, и облом. И я в магазин пошёл сразу. Прямо оттуда, прям с этого места я и пошёл дальше. Ну, таких эпизодов было множество. Вот. И я из тех, кто немытьём да катанем, я из тех, кому вот это вот посвящено, непосредственно адресовано вот это вот приложение «Духовный опыт». То есть я, когда наконец добрался до большой книги, когда я впервые вот ознакомился вообще с текстом анонимных алкоголиков, я вот с удивлением обнаружил, что там есть вещи про меня. То есть до сих пор я считал, что они, ну, действительно, как научили в репцентре. Вот. И я сегодня вот то, в чём я находился, называю болотом околопрограммным. Вот есть такое околопрограммное болото. Это типа чё здорово, кого чего, а этот, слышал, залетел в репик. Чё сорвался в натуре, братуха, а ты чё, сколько ты чистый? Два миллиона, о, бля, молоди, красава, а ты вовчих чё? Да я так, знаешь, там это всё. Мне нравились такие слова, как подтарчиваю, подкумариваю. Вот. И вот тут примерно так. Я ещё бронировал этим всем своим, да. Шутки все эти. Как у нас любят ребята говорить эти, алкоголики это политические, а это самое, наркоманы это, уголовные. Чё, вовчих, ты политический, а я говорю, да, политический. Ну, такая вот фигня, да. Ещё раз, да, я с этого начал, и, ну, ещё раз напомню себе и всем. То есть, ну, было бы так весело, если бы не стоял вопрос, а зачем? Вот, что ты с этого получил? Ну, какие-то достижения. Ты развился умственно, психологически, духовно. Ты где семья, где что? Я оглядываюсь сегодня, вижу друзей своих моего возраста, приехавших в то же время в Израиль. У них четверо детей, они купили по второй квартире, ну, потому что надо было расширяться, да. У кого-то бизнес, у кого-то серьёзная профессиональная занятость, у кого-то это. У меня, слава богу, что вовремя научили хотя бы этой профессии, руки позволяют зарабатывать нормально на кусок хлеба. Всё, больше ничего. Меня нет в одноклассниках, я учился в Беларуси, в Гомеле, в элитной спецшколе с английским уклоном. У меня друзья, дипломаты, один из моих одноклассников работал начальником отдела безопасности в белорусском посольстве здесь, в Израиле. Подполковник белорусского КГБ. Заканчивал, когда ещё был Советский Союз в Москве, да, там высший училищик и был. То есть вот мои одноклассники, мои кореша, с кем я начинал пить. Это разница между алкоголиком и неалкоголиком, на самом деле. То есть вот все пили, да, по молодости. Вот почему у меня так, а у них не так. Вот. То есть я в какой-то момент выздоровления, не помню когда точно, начал осознавать, что это вообще-то про меня тема. Вообще-то это про меня. Вот эти все понтюхи, типа вот это пацан, плановой, шмоплановой, вот эти все анекдоты. Я там любитель выпить, я, ну, кайфуша по жизни, это всё такой бред. И в какой-то момент, я не помню опять же когда, но где-то в середине этого марафона, в районе там пятого, шестого репцентра, вдруг перед глазами, знаете, вот как вот в ужастиках вот музыка нагнетает вот этого, вот, знаете, вот назревает. Что-то назревает. Вроде ещё все ходят, чудовище не выскочило, но уже темно, и уже идёт девушка вся перепуганная, озирается по тёмному коридору с фонариком. Да, вот, хичкок такой. Вот такое состояние. Билл написал в своём рассказе, меня окружали зыбучие пески, да, как темно бывает перед рассветом. То есть я там катился, как лыжница склонна. Вот это ощущение начало возникать, и я в какой-то момент осознал, блин, Вова, смертью пахнет. То есть бравада, вот это вот всё, да ладно, сдохну, пошли вы все, это бравада, но на самом деле эпизоды всё страшнее. На волосок, да, на волосок пьяный годами на машине, множество мелких аварий, но до сих пор ещё не убился, не убил никого. Там были эпизоды, что бывшая жена, первая жена, ложила ребёнка на пол в машине, накрывала собой, а папа ехал с песнями. То есть, ну, там, машина выдавала 160-170, больше просто не могла она ехать. Если бы она ехала 200, я бы ехал 200. С ребёнком, с жены, не по пустой дамы, виляя между машинами и так далее. Какие-то ввязывания в драки, какие-то постоянные. Я уж не говорю о самих эпизодах откодняков, да, вот эта трясучка страшная, вот эта вот. Я помню, что когда вот в возрасте, там, около 30 лет, перед тем, как я впервые начал обращаться вообще за помощью, когда я осознал, что я в состоянии выпить серьёзный литраж, я понял, что я научился, я мужик вообще. То есть до сих пор я считал, что я болявый, поэтому у меня плохо пить получается. Ну, здоровые морды какие, конечно, он литр высосал. А я что, я маленький такой, ну, вообще. Поэтому лучше буду там, ну, как-то поменьше пить. И в какой-то момент, когда поменьше уже не получалось, когда организм начал требовать вот бесконечный вот этот алкоголь, да, то есть моря вот этих алкоголя, я смотрю, блин, лезет, лезет, я вроде как и живу ещё. Вот, ну, в общем, было страшненько и было неприятно. В процессе всего этого марафона я уже нашёл анонимных алкоголиков, в дальнейшем они появились на русском языке в Израиле. И, блин, я пришёл вроде нормальные мужики, свои ребята, я начал с ними знакомиться, вздруживаться даже с некоторыми из них. И, блин, они всё одно и то же шнягу полют и всё. Бога позови, Бога позови. Я опять кому-то звоню, говорю, я сорвался. Говорит, ну, глупо было бы, если бы ты не сорвался. А что делать? Он говорит, Бога позови. Я говорю, нет, ты мне это уже говорил. Умные идеи есть какие-то? Говорит, умных нету. Есть вот спонсор, шаги позови Бога. И так вот шло и шло, и всё, и бесполезно. И бесконечно. И всё-таки сокращая время, в общем, так оно всё обойкатилось. Я где только не побывал, куда мне только не швыряло. И жена меня с полицией выгнала, и уже сколько лет, 17 я с ней не живу там. Вот. И у родителей, у стариков я оказался там уже вообще позор-позорно. Да, там, еле на какие-то копейки работал. Мама как маленького за ручку отвела в бюро противоустройства. Говорит, всё, вот с этого места мы начнём новую жизнь. Всё. И я ходил под маминым контролем. На работу зарабатывал копейки, приходил, умудрялся где-то в кустах засадить хотя бы стаканец какой-то, чем-то заживать, плакал сильно. Переживал очень за свою жизнь сейчас. Ну, около года так. Это мне к тому времени было уже так, ну, я не помню, сколько, 40. Где-то вот так вот. То есть ни кала, ни двора, ничего. Меня в один из последних рецептов с тестра ложила. Ну, завозила, платила за меня всё это. Я потом говорю, слушай, подъедь там, посмотри, хоть повыключал что-то. У меня такая маленькая была студия в разделённой квартире, комнатушка такая в ней же. Она вернулась, говорит, всё у тебя выключено, всё нормально. Ну, я так плакал. Я говорю, что ты плакал? Она говорит, Вова, тебе 40, по-моему, 5 было на тот момент, да? Может, чуть меньше. Нет, меньше, 42. Тебе, говорит, 42 года, ты помещаешься в два баула, это не жизнь. А сестра богатая, своему мужу сделала. Она миллионер, она инженер строительства, там, золотое дно в Израиле. Одна сплошная стройка, то есть. Она меня пыталась научить. Ну, не с кем было разговаривать. То есть она говорит, я не понимаю, как это. Мы с одной семьей вроде бы, ну, тебе 40 с чем-то лет, да, ты не только ни деньги не умеешь зарабатывать, ты вообще. Ну, ты нигде, да, ты никто. Ну, обидно было очень. Вот. И я много болтал. Я много болтал. Я сейчас болтливый, но тогда я вообще много болтал. И вот я когда ходил, я помню, первое собрание в Тель-Авиве, приходили какие-то пряники такие, ну, зрелого возраста, мягко говоря, как я сегодня, или даже старше. Они все были очень философски настроенные товарищи. Они все были с верхним образованием, из Советского Союза, все такие, знаете, называется «Я художник, я окончил вход и масс». Вот. Они все были синими носами, плюс-минус, но при этом очень философски рассуждали о каких-то очень высоких материях. Мне это нравилось. Я человек эрудированный, начитанный. Вот. Вернее, наслушанный. Я много слушаю аудиокниг. И я участвовал в этих интересных дискутах. И я ощущал странное чувство, что я где-то как-то подсвистываю. Вот я сидел, ну, я, в общем-то, ничего такого специально не врал. Но у меня было постоянное ощущение, что как-то что-то я подсвистываю, что-то я не то несу. И уже тогда, вот в этом еще совершенно неосознанном состоянии, у меня начало появляться какое-то чувство, что, видимо, вот эти пару сумасшедших, которые говорят про Бога и про какие-то мифические шаги, видимо, они правы. Вот такое было ощущение, что я просто не супургу, да, вот просто свистю, да, а они вроде как говорят по делу. То есть это было очевидно, потому что я ходил туда уже несколько лет и видел результат. Я видел людей, которые не только остаются трезвыми, но при этом они еще и меня тянут, да, в состоянии где-то меня выслушать, и они достаточно по-человечески выглядят. А я все, значит, в этом своем кошмаре. Вот, и я начал заходить на шаги. Впервые там взял одного спонсора, потом я, опять же, чехарда, я еще в анонимных аркоманах пробовал заходить на шаги, ну ничего, вообще ничего. Я только научился говорить, у меня нет второго шага, все. Я даже знал, как его прочесть. Я говорю, у меня нет второго шага, у меня нет третьего, я не знал, как припоручить. Я до сегодняшнего дня обожаю вопрос, как ты отвечаешь волю Бога от своей. Это вот главный вопрос к спикеру. Я обычно говорю, о, сейчас попробую ответить. Предваряя вопрос заранее, говорю сразу, никак не отличаю, понятия не имею, результат. А тогда, значит, вот, когда вот все это начиналось, и все говорили, что надо припоручить, и надо вот прийти к убеждению, что только Бог вернется в здравомысле. Кто вернет, что вернет. Ребята, ну мне с вами прикольно. Вот я пока сюда хожу, я не пью. Как только я пропускаю неделю, он меня накатывает, я чувствую, что, ну, и все. И так годами, годами, годами. Двенадцать лет марафона такого. Я сегодня вижу, там люди срываются. Ну, пришли, попробовали, сорвались. Мне так хочется сказать, вот это, знаете, такое гадкое что-нибудь. Типа, пойди, пострадай свое, иди вот это двенадцать лет, помучайся по рецепту, тогда до тебя дойдет. Слава Богу, на сегодняшний день я здравомысля, я так не говорю, я говорю, дружище, с того момента, когда ты пришел в анонимный алкоголик, и по большому счету у тебя есть два путя. Первый через голову, да, вот как написано в этом приложении «Духовный опыт», то есть врубись, там написано в самом тексте книги, нам ничего другого не оставалось, как поднять положенный к нашим ногам простой набор духовных средств. На тебе положили, все, возьми то, что это самое уже тадено, и вперед с этим. Ну, это непросто, да, никто не говорил. Это первый путь. Второй путь, извините, скажу как есть, да, через жопу. Это так, как делал я. Это пока тебя вот там написано «алкоголь», был это, и силы убеждения обладал, был великим увещевателем в правильном переводе. Вот иди, пожалуйста, упейся с моим, промучайся как следует, тогда через вот эту пятую точку, через другой вход до тебя дойдет абсолютно та же идея. Абсолютно та же идея. Я с самого начала сказал, что я делал все для того, чтобы Бога в моей жизни не было. И тем не менее он появился. Поэтому, ну, я так или иначе однозначно понимаю, что это не я Бога нашел, а он меня. Однозначно. Вот в моем случае я как бы очень твердо эти вещи все говорю. По милости Божьей я говорю абсолютно осознанно. У меня было много разных форм, вот я там представлялся по-всякому, да, но вот последняя осталась, самая такая простая, по милости Божьей. То есть я понимаю, это милость Божья. Вот оглядываясь на свой путь, я же не могу им за вот эти там 15-20 минут рассказать все, весь ад, в котором я жил, все вот эти мучения, всю эту страшную дилемму. Красиво в книге написано дилемма там алкоголика, да. Мы не можем быть трезвыми, мы не можем быть пьяными, да. То есть я пить не могу, оно не получается, а, блин, трезвым я жить не могу, оно тоже не получается. И только Бог тебя спасет, да. И выход как бы проскочить между двух капель, там, между дождя вот это проскочить, между струн. И ты понимаешь, что это просто реально невозможно, да. И вот, ну, я на своем примере просто врубился, что вот это вот слова, которые звучат, слишком пафосно для меня тогда звучали. Слова, которые какие-то, знаете, очень гуманитарные. Это вот, ну, из литературы из русских. Это вот Толстой, там, Достоевский. Ну, это же нереальная жизнь. Это же высокая русская художественная литература. Это же нереальная жизнь 20-го века, начала 21-го. Но постепенно это стало реальностью. То есть слова «он всесилен и он милосерден», например, такие, да. Оно вообще в моей башке, не то, что там я, ну, поверил, не поверил, доверял, не доверял, пришел к убеждению. У меня слов этих не было в лексиконе. Это слова из книжек. Это вообще не имеет никакой привязки к реальности. Но привязка появилась. Привязка в моем случае появилась тогда, когда страшными ночами, вот этими, когда ты с вечера, ты говоришь, я возьму пол-литра, я больше не буду, потому что я же, ну, я, ну, сколько нужно? Ну, я возьму пол-литра. И тогда в три часа ночи ты кидаешься в холодильнику в уверенности, что ты взял пол-литра, выпил стакан, и ты вдруг видишь и понимаешь, что она уже в мусорке, ага, как-то ты успел. И ты понимаешь, что сейчас три, и деваться некуда. И в этот момент ты понимаешь все его всесилие. Очень хорошо. То есть вот эти вот слюни, сопли, слюни, господи, дожить до утра, сердце, оно бубух, бубух, бубух. Скорую звонить, куда? А что я скажу скорую? Что я скажу? Что я пьяный? Вот эти все кошмары. Я, по-моему, один раз вызвал мне отложку. У нас есть такое, ну, услуга дополнительная, там копейки платишь какие-то. Приехала русская тетенька, померила мне все, давление, там, пульс, температуру. Говорит, вам надо перестать пить. Говорит, помогите мне, меня трясет. Вы что, не видите? Говорит, вижу. Я говорю, дайте мне мне что-нибудь, дайте мне что-нибудь. Она мне дала аспирин. Говорит, знаете, вот вам разжижать кровь и пейте много жидкости. И не пейте больше, постарайтесь больше не употреблять. Сказала мне женщина из неотложной скорой помощи. Поэтому я, вот, ну, пользуясь этим примером, избежал того, во что, в чем многие мои знакомые оказались. Я избежал приемных покоев в больнице, вызвал скорую помощь и так далее. Я понимал, что просто, ну, ничего не даст. Поэтому я бежал в родную свою Багадильню, а последние разы я не бежал, у меня в насилие. Я звонил, говорил, что он мне делает? Говорит, Вова, водка дома есть? Я говорю, да. Пей, ложись спать. За тобой выехала кавалерия. Это вот мои последние заезды в репцентр такой. Я говорю, прям ложусь, ребята едут. Говорит, Вова, часа два ты можешь потерпеть? Есть водка? Я говорю, есть. Пей и спи. Мы сейчас приедем. Только дверь открой. Вот так было. Последние три с половиной года я ходил уже плотно на собрание, я пытался со спонсором делать шаги, я писал, я умничал, я делал даже служение, но я при этом накуривался. То есть я уже не пил, по факту я не пил больше 14 лет, но я три с половиной года был в полном безумии, во вранье, я накуривался. Это мой опыт. У меня есть опыт сдачи пятого шага и написания четвертого в окуренном состоянии. Окей? То есть к концу этого бреда, когда меня вычислили, когда я сдался ребятам и наконец сказал, что они были, во-первых, в шоке, потому что я там один из отцов основателей, знаменитая группа «Альтернатива Батьям», я верный служак, я очень инициативный, я все это много хожу на собрания, а что не ходить? Косяк влупил, тебе нервы попустило, сидишь-трим-дишь про гола, про все дела, про программу, про все дела. Меня, правда, с конца до того момента успокоил, я ревел, как это самое, я прямо рвал на себе тельняшку, говорю, да я шакал позорный, говорит, Лава, уймись, у тебя хотя бы были яйца сказать об этом вслух. Пусть, ну, ты не в охоту это сделал, тебя, в принципе, обстоятельства застали, ну, там людей постоянно отлавливают с этой травой пресловутой. А что, я же в алкоголики хожу, что не накуриваться? Что, это же не алкоголь, понимаете? Да это у тебя хотя бы хватило мужества сказать об этом. Вот, и когда это все состоялось, состояние было, знаете, вот полного провала. Вот, ну, наверное, это, наконец, пришел мой первый шаг. После всех вот этих анекдотов наконец это было уже, ну, вообще по-серьезному. Я не могу описать это словесно. Я не думаю, что кто-то может описать это словесно. Я понимал, что мне нужно сейчас вот зубами. Я не мог, меня трясло в утром, днем и вечером, потому что эта фигня была доступна. Это не водка, от которой меня сбивало так, что я там, ну, последние пьянки были страшные. А это позволяло и создавало иллюзию как бы употребления контролированного. И я понимал, что я вот только дотронусь, ну, все, кранты мы, просто кранты. Вот я сейчас последние пару лет все время бросаю курить, я бросаю, снова начинаю, да? И я вижу на примере вот этого никотина, насколько это вот, ну, еще, а он же не меняет сознание, а тоже меняет. Сигарета, в принципе, вот так вот тоже, как дурак. Сдаешься в очередной, ну, ладно, ну, сигарету, ну, что я с твой, да? Я же понимаю, что я делаю. Я же уже бросил курить. Я только пару затяжек, сейчас нервы успокою. И все, и ты повисаешь опять на две недели, на месяц, опять звонишь друзьям, привезите мне таблетки. Ну, в Израиле почему-то отменили там. Вот. Мне везут таблетки, я с помощью таблеток опять бросаю курить. И я понимаю, да, вот на этом примере, что это вещество, которое не меняет сознание на самом деле, я уже не там, и все. И я хорошо помню вот эти последние свои пьянки, когда я себе поляну красивую настилал, вот, ну, думаю, сяду как человек. Горное одиночество, то есть, ну, все уже, все по боку. Нормальные, одинокие волки плют это самое, что я буду тут это? Идти куда-то, звать кого-то. Я накрывался красивую поляну, колбаску нарезал, еще там что-то, ставил бутылку, включал телевизор на интересный фильм, выпивал один стакан, а, и прятал телефон и ключи от машины. Прятал, вот. Значит, после первого стакана я вскакивал, сначала хватал телефон, выносил мозги тем, кто был готов со мной разговаривать, слушал пипи, когда люди бросали мне трубку, расстраивался, думаю, что же, козлы, свои пацаны вроде бы. Я расстраивался, хватал ключи от машины и ехал за наркотиком. Все. Как бы так. Поэтому я очень боялся. Я выздоравливал на страхе, первый месяц был панический страх употребления, панический, не дай бог, не дай бог употребить. Были всякие эпизоды, боюсь, что мне времени не хватит, так как всегда многословен. Но были моменты, когда я использовал те самые инструменты, программы, о которых многие говорят. Я бежал звонить. И меня спасали очень разные вещи. Я сегодня понимаю, что никакие ангелы-то не явятся. Но я их слышал или видел. В виде тех людей, тех ребят, через которые Бог со мной говорил. Это я сегодня понимаю. А тогда я просто звонил своим пацанам. Нет, ну, вру, да? Я смутно чувствовал, что вот эти действия, это уже действия по программе. Это уже смутная попытка сделать десятый шаг. Это уже смутная попытка сделать одиннадцатый шаг. Помолиться в течение дня. Ну, какие-то попытки помолиться уже появились. Вот. Я умел. После репцентров я умел. Я умел благодарности писать. Я умел делать утренний и вечерний одиннадцатый шаг. Я умел помолиться в сложной ситуации. Я умел помолиться, прежде чем принять решение. Просто там есть одна фраза в книге. К сожалению, в этой фразе весь смысл заложен. Там написано, что молитва помогает при усердии и правильном отношении к ней. Двенадцать лет у меня ушло вот на то, в принципе, чтобы с этой фразой смириться. То есть, ну вот, ты можешь хоть лоб расшибить, если ты не веришь, что это бесполезное действие. Это как смотреть, я не знаю, телевизор без звука, или, ну, я не знаю, слушать радио без цвета. Ну и короче, да. То есть порожняк, полный порожняк. То есть, ты молишься, ты молишься, потому что ты просто научился. Ты молишься не потому, что ты во что-то веришь. Ты молишься, потому что все молились. Все сказали, я сказал, все сказали, я алкоголик на лупе, я сказал, я алкоголик. Боже, дам, и раз на душевный покой за руки взяли. Чувства приятные? Приятные. Все, молимся. И вот в этот момент, когда я оказался вот в этом своем полнейшем бессилии, когда вот, ну, знаете, вот состояние, ой, блин, как это по-русски сказать, еврей полез из меня. Сейчас, секунду. Не провал, а есть более такое яркое слово. Ну, пусть будет провал, чтобы я не тут, не это самое, не выпендривался внешним. Вот ощущение полного провала всех идей. Идеи кончились, да? Вот это вот ощущение. И я благодарен Богу за то, что это ощущение наконец пришло. Почему? Потому что вот совсем недавно я навещал родителей. Они у меня давно уже не здесь. Они лежат вместе в одной этой самой могиле на кладбище. И рядом с ними лежит мой двоюродный брат. Скоро будет пять лет, как он ушел из жизни. Пятьдесят лет. Просто спился, да? Тут без отмазок. Не сердечный приступ. Не машина сбила, а просто тупо умер от пятки. Все, сердце остановилось. Вот. И он ходил на собрание, я пытался с ним разговаривать. И я понимаю еще раз, да, это милость Божья. Я не могу объяснить, почему он выбрал меня. Почему после того, что я как-то сумбурно, но по мере своих сил пытался описать свое отношение к нему, к собранию, к сообществу, к программе, к шагам, к спонсору, ко всем вообще, к Божьему миру, почему он выбрал меня? Потому что у меня хорошо подвешен язык, нет, есть лучше меня. Я-то сегодня так, а на первых собраниях я два слова не мог связать. Я очень боялся, стеснялся. Потому что я такой умный, у меня много сегодня подопечных, нет, как бы тоже не особо. Я не знаю, почему, мне трудно это объяснить. Это промысел Божий. Я говорю, эти слова для меня не значили ничего. Сегодня я понимаю, это шкурой, понимаете, шкурой. вот алкогольной, вот этой, провоненной, вот этой вот похмельной своей печенкой, я понимаю, Бог тебя спас, дурак. Радуйся, живи, дыши, ты живой. А там уже никто не пьет. Вот, плитка вот такая вот, портрет выгорел на солнце, стоят искусственные цветы. Все, приехали. Вот я вот так устаю перед могилой, думаю, уже который год навещаю, там, четвертый, пятый год. Думаю, зачем? Зачем? Я хорошо помню, когда ехали его хоронить, его бывшая, ну мы же, бывшая жена твоего родного брата. У меня небольшая семья, мы как родные были. Я приехал там, его родители на кладбище забрать дядьку, и она стоит, Ирка. Мы давно не виделись. Они нас примерно в одно и то же время выгнали. Моя и его жена погоняли нас обоих. И она меня увидела, подошла, обняла, заплакала, говорит, Вовка, смотри, что натворил, гад. Меня так шибануло. Думаю, ну че, гад помер, ну че, гад-то? Это вот нормально. Там в книге написано эти вещи всех, пробегаешь глазами, вроде не вырубаешься. Алкоголь, это вихрь, ну в правильном переводе как торнадо, проносится по жизням окружающих людей. То есть все поломано, все. А че я никому не вредил? Че я сам себе пил на кухне и никому не мешал? А сейчас? А мама, которая плакала, не знала, что с тобой? Ну, например, да? Я уж не говорю, там эти все битые жены, несчастные дети, зареванные семьи и все остальное. И вот я в этом состоянии нахожусь, у меня жуткий страх и жуткое нежелание вернуться в этот ужас. И все на эгоизме и на страхе, больше там ничего нет. Никакого доверия там нет, ничего там нет, там нет желания вцепиться зубами, потому что вот эти Вася, Петя, которых ты уже знаешь, они тебя вытащат, Вовчик. Если ты сейчас вот честно будешь, да, делать, вот с этого места, честно, да, больше не врем. А второй, который во мне сидит, говорит, кому ты это рассказываешь, Алё? В смысле ты не будешь врать? В смысле ты будешь честно делать? Шаги ты будешь честно делать? Я подхожу к человеку, которого сто лет знаю, и говорю, ну, слушай, возьми за меня. Он говорит, слушай, я не хочу, ну, правда, ну, сколько можно с тобой, это самое, воландац? Я говорю, ну, мне не к кому больше обратиться. Он говорит, ты будешь делать? Я говорю, да. И понимаю, что я не буду? Я говорю, да, и я понимаю, что я буду всё равно на отмазках. И что вы думаете, я делал? На отмазках. Медленно четвёртый шаг, ну, правда, пятый, всё откровенно. Единственное, что у меня было, это служение, потому что в Рибике меня научили взаимопомощи, я понимал, всё, на моих глазах умирали люди, я понимал, зубами за тусовку, за пацанов держаться, держаться зубами, за попой на этом стуле. Я очень много хожу на собрания. Мои знаменитые 90-90 растянулись почти на два года. Я делал каждый день собрания, каждый день. Не было, без вариантов, каждый день собрания. Я уставал, я был один, я завидовал ребятам, которые создавали семьи. Мне некуда было себя приткнуть. У меня картина маслом. Дочка уже взрослая, со мной не разговаривает, не общается. Никого, ни кола, ни двора, ничего нет. Живу один в маленькой студии, слава богу, хватает хоть на неё. Работаю по профессии, но зарплата намного меньше, чем хотелось бы, чем я мог бы, умею получать. Ну, поувольняли, не первый, не один раз. И старенькие, сильно больные родители. У мамы онкологии, у папы Паркинсова. Всё, ничего больше в моей реальности нет. Ничего, просвета нет. Компьютерная игрушка, это счастье. Сидеть трезво, играть в компьютерную игрушку, это радость, это удовольствие. Фильмы смотреть. Я этот фильм уже видел. Да нет, да-да. Пианы смотрел. Ага. Какой год? Ага. 2003. А, ну я смотрел, конечно. Нет, просто бухой был, я не помню. Всё, это все радости. Вышел и скупался на море выходной. Каждое утро ты просыпаешься в полной антипрессухе. Ты понимаешь, что надо ходить на собрание, надо делать шаги, иначе сдохнешь, ты ничего этого не хочешь. Ты не хочешь никому верить, доверять, ты ничего не хочешь. Звонил спонсору, говорит, ну, иди на море. Я говорю, да ладно, брусь, иду на море, там море и солнце. Это я сегодня называю это словом медитация? Тогда я этого не понимал. Я прихожу, вот так вот смотрю на небо, думаю, блядь, живой. Блядь, трезвый, трезвый. Ты смотри, ты уже два месяца трезвый, после всего, что было. Не, Вов, реально трезвый, без накурок и без ничего. И я вдруг понимаю, слушай, так правда получается, так что ли? Лишься больше. Дальше был поиск. Дальше спонсор сунул мне в руки красную книжку, пришли к убеждению, сказал, читай вот это. И плюс личная история, и плюс много спикерских. Я на тот момент уже погнатаревший был в прослушивании спикерских. Тогда такого разнообразия спикерских, как сегодня, еще не было. Но были те люди, которым я доверял еще тогда. Был Женя Молев. Я когда слушал Молева, я понимал, блин, я все понимаю. Я все понимаю, что он говорит. Я послушал Чака, ну, не знаю, сколько раз. Я, в принципе, каждые полгода-год, когда меня сильно начинают расплющивать сезонные вот эти колебания алкогольные. Что-то пора нам уже как-то что-то менять в этой жизни. Я тогда думаю, Вова, ты давно не слушал Чака. Берем новые очки, слушаем. И я, честное слово, все понимаю, что он говорит. И я до сегодняшнего дня безотчетно не верю, что я все это делаю. Я все еще не до конца идентифицируюсь. У меня есть подопечные, у меня есть моя домашняя группа, я давным-давно служу, и каждый раз только, ну, то служение, это служение, это 10 дней. Все давно происходит в моей жизни. У меня есть любимая женщина. Мы 4 года были вместе, сейчас вон она, я от нее спрятался в этой комнате. Вон, пожалуйста, покажу. Не смейтесь, только в руках. Видно? Вот это моя жизнь сегодня. Это я ее туда вправду. Она мне сегодня выдает фразы, типа, я знаю, как вы любите ответственность перекладывать на других. То есть я, 5 лет назад, я и женщина, я и семья, я и новые отношения. О чем вы говорите вообще? Бред. Я и нормальная работа, я и нормальная зарплата. Бред. Спасибо, что живой. Но где-то в районе, вот у меня спрашивают, когда ты почувствовал, знаете, вот, ну, примерно месяцев 7-8. У меня появился первый подопечный в 7 месяцев. У меня было служение, появился один, потом еще один. И я начал чувствовать то, что вот сегодня я с большой опаской, но все-таки называю словом счастье и душевный покой. Я очень уставал. У меня, в принципе, вот внешне, да, вот, ну, как вот люди, материальная жизнь, ничего не изменилось. Но я чувствовал себя вечерами хорошо. Я начал чувствовать свою нужность. Я начал понимать, что из этого, наверное, что-то получится. и слово Бог перестало быть для меня анекдотом. Я начал читать «Пришли к убеждению». Читал без интереса. В какой-то момент я наткнулся на какую-то историю, как сейчас помню, это была история индейцев. Я не знаю, какая у меня идентификация с индейцем, но там была, по-моему, она называется «Говорящая светла». Вот он, значит, я вот, стоп-топ, не соврать, это в личных историях большой книги или пришли к убеждению? По-моему, это короткая история «Пришли к убеждению». Он вернулся, значит, в трезвости в резервацию и очень красивыми словами пишет «И сегодня я несу народу свою веру». Значит, когда я выхожу, там на утюсы на какие-то все очень поэтично, да, вот ветер дует, и я чувствую это вот сопричастие. И меня как торкнуло, блин. Я не знаю, почему про индейца. Я не знаю, как он захотел. Дальше был поиск, долгий поиск. Я не искал Бога. Вернее, я попробовал, но у меня вообще не пошло. У меня была молитва традиционная, «Шмаэстраль», это, ну, как отчинаж, да, основная молитва иудаизма. Я её зачитывал. Я молился молитвой третьего шага, седьмого шага. Я пытался ходить на Гогу, ощущал определённый трепет, но ничего особо умного не происходило со мной. Я начал искать в интернете. И я много раз об этом тоже уже рассказывал. У меня был такой своеобразный поиск, опять же, по его воле. Да, я случайно лопнулся на серию передач об устройстве Вселенной. С тех пор я оттуда не вылажу. Просто я реже их сейчас смотрю, потому что я уже все пересмотрел. Тогда я смотрел их за поем. То есть, где я пьяный с боевиками, с каким-то там этим самым Арнольдом, главным мой кумир, да, и передачей об устройстве Вселенной. Вообще, какая связь? О чём вы вообще говорите? А я смотрю и врубаю. Блин, нихера себе он намутил тут это, да. И я в какой-то момент помню первое ощущение. Я еду в автобусе, и женщина сидит и читает молитвенник. А я их ненавижу, наших этих. Потому что иудаизм, религия тотальная, а у них совершенно другой образ жизни, да. Ты не можешь там один раз сходить в церковь и считать себя воцерквённым, как это правильное слово, да. То есть, это тайна. Это надо так кушать, субботу соблюдать. Это не есть, это есть. Очень много правил. И я был анти такой, анти. То есть, я уже верю в Бога, да, он уже со мной в анонимных алкоголиках, но эти, подождите, не трогайте меня за ним. А там же написано, постарайтесь поскорее понять, в чём право религиозные люди. Да, ну, да, что? Лишняя фраза, да. Это про христиан, вообще-то. Про Америка какой-то, а не про нас вообще. Не та реальность. И вот я и утром еду в общественном транспорте и в автобусе. Вот так, наискосок от меня сидит женщина, примерно моих лет, и у неё молитвенник. Это вообще многие у нас так делают, читают в транспорте. И она с этим молитвенником и кивает, и так сосредоточена. А я сижу, значит, в окно пялюсь, и во мне в мозгу пробегают такие мысли. Думаю, блин, это ж у религиозных обычно очень много детей. 7-8, ну, 5 минимум, да, так привит. Я думаю, это же у неё орава детей. Это же вот, это бутерброд, это вовсад, это вовс школу, мужа отправить на работу. Вот этот весь кипиш с утром со мной собраться, что-то хотя бы как-то накраситься, одеться, она женщина. У неё тупо не хватает времени. Вот как для неё важно вот это вот помолиться. Она не стесняется никого сидеть с этим своим молитвенником, несмотря на все эти взгляды косые в автобусе. И она делает вот это, потому что ей так необходимо. Я с этими мыслями сижу, у меня вдруг такая, знаете, молния в голове. Думаю, блядь, Вова, кто это сейчас подумал вообще? Это чьи мысли вообще сейчас были? И вот такими вот моментами ко мне начало приходить сознание того, что, понимаете, тут достаточно всё по полочкам книги-то разложено и достаточно доступно к пониманию. Первое, он есть. Второе, он не просто есть, он доступен. В смысле, для тебя тоже в смысле, да. Вот просто в обычной бытовой жизни, да, там много у спикеров всяких, красивых фраз. Вот я помню, в сообществе дух красиво говорят, Бог ближе к тебе, чем твоё дыхание. Из него всё состоит. Он создал эту вселенную, он создатель, он здесь присутствует. Как бы вот, интересно такой вопрос. Когда был большой взрыв? Ну, 14,5-15 миллиардов лет назад. А где? Покажи пальцем. Ну где? Ну, не знаю, а где центр вселенной? Где? Везде. Мы в нём живём. То же самое с Богом. И понимаете, самый большой прикол, мы все верим в научную, да, вот Бога не было, Он ничего не создавал, там всё это шняга научная, да. И во что же мы верим? Мы верим в теорию большого взрыва. Ещё раз внимательно, мы верим в теорию большого взрыва. Это не аксиома, это теория. Точно так же есть теория о том, что есть создатель этой вселенной. И точно так же все эти понятия укладываются просто по-другому, выражено, другими словами, другая терминология всего на всё. Господь воплотился во всё, что есть. Он присутствует во всём, что есть. Так же, как большой взрыв, мы в нём живём, мы в Боге живём. Он из себя, из чего он это создавал? Из песка? Не было песка. Из атомов? Не было атомов. Он создавал это из себя. И это отражено в религии. Люди 5 тысяч лет назад, есть ещё более древние религии, когда они уже тогда врубались, на самой заре цивилизации они написали. Вначале было слово. И создал Господь. Первый памятник нашей культуры, нашей общеевропейской, иудаизм, Тора, из которой потом выросло христианство в дальнейшем. Там первая заповедь, я Господь. Не ты, чувак, вообще не ты, я Господь. То есть я присутствую, я вот есть, я всё, но люди же тогда понимали это. А мне вот после всех научных изысканий, после всей эрудиции, после того, в книг написанных и всего-всего, что можно в доступе, в свободном, мне это было непонятно. Поэтому я умирал. У меня просто не было источника жизни. Есть люди, у которых нет источника жизни, ну, простая фраза такая, живёт без старя в голове, без внутреннего свежья. Есть такие люди, они проживают как-то свою жизнь. Я не знаю. Им нормально. Насколько я понимаю, у них это есть, просто они словесно это не отображают. Насколько я понимаю, их состояние сопряжения с собственной совестью позволяет им жить достаточно комфортно. Я не знаю. Только в химическом в аспекте дела, только в физиологии, только потому, что у меня вот этот феномен тяги, только поэтому всё. Боюсь, что нет. Боюсь, что мой алкоголизм это некий индикатор, который был изначально заложен для того, чтобы я это познал, осознал и принял. И когда эти вещи со мной в жизни стали происходить, постепенно, в течение первых двух-трёх лет у меня появилось некое ощущение стабильности. Я стал говорить странную для себя фразу на выступлениях, на спикерских. Я стал говорить, ну, отсюда вы меня не выгодите. Или я не думаю, что я когда-нибудь оставлю эту программу. Или есть малая вероятность того, что я забухаю. Я удивлялся этим фразам. Я до сегодняшнего дня иногда это повторяю, до сегодняшнего дня удивляюсь. Как бы, а что мешает мне забухать? Что? Я не знаю. Вот мой ответ абсолютно честный. Я не знаю. Есть фраза, обожаю мое мною, подчеркнутая, как я говорю ребятам, подчеркни, тремя красными фломастерами. Вот есть у меня такая фраза в книге. Это когда про чувака рассказывают, да, написано, что похоже, он не смог бы выпить, даже если бы захотел. Бог вернул ему здравомыслие. Следующая фраза. Что же это, как не чудо выздоровления? Ну вот я сижу перед вами, нормальный мужик из мяса и костей, прошедший свою историю, съевший свою эту самую бочку дерьма, которую вот почему-то мне захотелось есть, вместо того, чтобы, ну, жить и радоваться жизни. И я такой человек. Похоже, я не смогу выпить, даже когда я захочу. У меня бывают, что за еще какие. У меня эмоциональные провалы, он сам не даст соврать. Мне такие заскоки бывают, что мама не горюет. Я все время начинаю стесняться, думаю, блин, как я пацаном спонсирую, когда я вот такой вот весь. Я такой. А я такой. Я человек, про которого читаем, но в пятой главе, это написано в формате, вытяжка из пятой главы, среди нас есть люди, которые страдают от серьезных эмоциональных и психических заболеваний. Я был у психиатра, я не псих, но я эмоционально очень неустойчив. У меня порванные нервы, я страдаю бессонницей, я страдаю страхами, я страдаю вот этими припадками ступора, когда ты ничего не можешь сделать, потому что ты не понимаешь, это даже не страх, я не знаю, как это назвать. Мне трудно подобрать слово, это вот оцепенение, оцеперечь. Не могу. Потом ты молишься, и ты понимаешь, что слышишь, а что ты такой кипиш навел, ничего там страшного нету, пошел и сделал. Тема заявлена, как ты научился Богу доверять? Да вот так я научился. То есть я начал понимать, что если вот весь этот ужас, который я вижу, его тихонечко промолить, то он уже не ужас. На следующий день ты смотришь на эту ситуацию, то есть ничего не изменилось, ситуация та же, будь то финансовая, или в отношениях, или с кем-то поссорился, ну неважно, ситуация. Смотришь на нее на завтра, или через два дня, и думаешь, о, Ва, что столько кипиша было, что ты так это, что ты так спужался, чему ты столько нервов сделал на пустом месте? А я, главное, из тех, кто любит это все сливать, и я всем это все рассказываю, они говорят, ну ладно, что ты успокойся, я говорю, ты не понимаешь, что значит успокоишься, легко тебе говорить, ты не понимаешь, у меня эмоциональная умность, у меня по ней нервы, ты знаешь, сколько мне лет, кричу я, ты знаешь, что я прошел в жизни, кричу я, но завтра я смотрю, думаю, о, дурак, делов-то было, помолиться надо было, ну вот они, как говорили это тогда, много лет назад, так и сегодня, говорят, Бога позови, я говорю, я все знаю, он тут рядом, вот это, ближе, чем дыхание, вот это все, создатель, да, вот эта вселенная, все это, ты можешь у меня спросить, я тебе расскажу, это прикольно, я тебе главу к агностикам, я так читаю, слушайте, меня надо записать, я сам кайфую, ой, как я читаю агностика, сколько примеров интересных я привожу, но когда мне надо сделать действие, я в тысячной, не знаю, в которой-то, ну, я думаю, что не одна тысяча, а уже несколько тысяч раз, я убеждался, Вова, не помолишься, не сделаешь, почему, да потому, что ты такой, потому что без внешнего источника силы, без вот этой искренней просьбы о помощи ты не можешь ничего, ты можешь только нажраться, а нажраться ты уже не можешь, потому что забрали, то есть ты можешь очень сильно страдать, не спать, нервничать, кричать, в телефон какие-то это самое, можешь полночи представлять, как ты возьмешь ножик, его завтра порежешь, не, ну как порежу, подожди, не, я его молотком, ну как, прям человека, давай ему машину поцарапаю, давай вот это вот моему сделай, ты можешь делать все, что угодно, ради Бога, никаких проблем, оно не закончится, как пьянка, пока ты не встанешь на колени, скажешь, Господи, забери, это духовно больной человек, и я абсолютно в дробанах, духовно больной человек, Господи, я тебя не вижу, я не знаю, где ты, пожалуйста, вот, ну, пожалуйста, проявись, вот, блин, вот я, ну не получается мне ничего, то есть для меня, вот в моем сегодняшнем понимании, фраза пришли к убеждению, она не конечна, второй шаг, он не закончился в тот момент, когда я сказал, все, блин, я сделал второй шаг, я пришел к убеждению, нет, я должен приходить к этому в течение дня, там, ну, я не знаю, десятки раз, с самого утра, мне нужно встать и прийти к убеждению, только Бог даст мне здравомость, ну, че, ну, я нормально живу сейчас, у меня жена уже здесь в Израиле, мы уже квартиру снимаем, вот, мы на праздники ездили, отдыхали, все, никакого здравомости, никакого, если вот так вот посмотреть на себя, любимого со стороны, вот я еду, веду машину, все нормально, все идет по плану, да, мы договорились, я знаю, куда мы едем, что мы едем, у меня в голове возникает идея, а если сейчас свернуть туда, а че я поехал на эту дорогу, а что если взять еще, вот мы хотели туда, давай еще туда заедем, а че она молчит, а че эта музыка в Нитая играет, а че они, и вот это вот, потом страх, начинается спуск, ну, Мертвое море, оно низкое, начинается спуск, сейчас убьемся, сейчас, я давно не ездил здесь, сейчас убьемся, я понимаю, что вот это все, как бы, ну, не обязательно, что убьемся, да, и не обязательно, что я натворю какой-то эмоциональный взрыв, кого-то обижу, или сам себе нанесу ущерб, но обязательно, что у меня в голове вот это вот все не заткнется, это проверено, до тех пор, пока я не скажу, господи, ну, я что-то потерялся, я потерялся, ну, пожалуйста, в моем случае, вот, в последнее время у меня молитвы очень простые, короткие, и как бы, ну, я достаточно удоволен этим, я не хочу долго рассусоливать, потому что, ну, получается, да, вот не забыл, сделал то, что надо, вернее, ну, решил перестать бухать, я имею в виду эмоциональное бухло, вот ты не хочешь вариться вот в этом, вот пожирать себе и все, ну, сделай то, что ты умеешь, помолись, и раз, и проходит, это ответ на вопрос, как я научился говорить, то есть, ну, значит, работает, простая схема, все, работает, знаете, работает, то есть, ну, нажимаешь кнопку, включается свет, да, как ты говоришь электрическую, ну, я знаю, оно есть, как бы, подведено, провода, нажал кнопку, свет есть, пока не нажал, темно, вот я сейчас сижу, темнеет, думаю, видно еще или нет, понимаете, ну, я пытаюсь лопцам своим как-то это объяснить, вот настолько просто все, а кто видел, а кто знает, ну, так правильно, так вот, ну, все знают, что такое гравитация, да, что там знают, подпрыгнул или бросил мячик на пол, он упал, все понимают, гравитация, сила притяжения, а знаете, что ученые не понимают, откуда оно берется, как оно работает, он член написал, спасибо ему, вот это вот, вылил там целую теорию относительности, континиум, слов по новодумам классных, никто не знает, почему она возникает, почему планеты тянут друг друга, почему более массивный предмет тянет маленький, нету объяснения гравитации, как работает, знаем, объяснения нету, чем плохая формула, ну, есть такая сила во Вселенной, Бог, почему работает, я знаю, я проверял, нафиг мне это объяснение, мне обязательно нужно знать, почему я по земле хожу, а не летаю, а кептица, нет, я об этом не задумываюсь, ноги идут, я иду, меня природа так создала, вот я четко подстроен под гравитацию этой планеты, да, мои ноги, где вот этот самый, там, джек, как у нас это, и мышечная система развита, вон будет в невесомости, у них мышцы атрофируются, все понятно с этим, да, чем плохая формула для понимания, нафиг не морочиться, Вова, ты живешь вот в этом мире, построенном Богом, ты подстроен, твоя духовность вот эта, подстроена под Бога изначально, так же, как тело, ну, оно создано с помощью гравитации, так же твоя душа создана с помощью вот этих вот вещей, время, да? Да, если можно. Ну, я заканчиваю. Вот. И эти понимания, они медленно приходили. Ну, я, не знаю, уже сказал, еще раз повторюсь, для ясности, как говорится, то есть, для меня вот это был длинный путь, вот этого самого обучения, как написано вот в приложении духовный опыт, постепенно, постепенно, точно сказать, не могу, ярких особо событий не было, было много так, небольших ярких событий, ну, такого прямо вот открытия, как у Билла или у кого-то еще не было, и тем не менее, сегодня очень четко понимаем, простая штука, просто работает, единственное условие, которое там есть, этим нужно заниматься. Так же, как приведенный мной пример, то есть, ну, если ты не отжимаешься, у тебя будут бялые мышцы, ты отжимаешься, как бы мышцы тренируются, преодолевают эту самую силу гравитации, то же самое здесь, ты отжимаешься духовно, ты делаешь определенные действия, ты несешь весь другим алкоголиком, ты берешь служение, ты хоть собрай нерегулярно, ты стараешься жить по принципам, хотя это очень тяжело и не всегда получается, ты снова и снова пробуешь, и таким образом ты преодолеваешь вот это вот темное, да, и таким образом ты, ну, тренируешься. Обычная тренировка. Почему люди, ну, все время ставят какой-то вот знак разности между духовной тренировкой и физической? В чем разница? Ни в чем. Последнее, что я скажу, вот фраза, которую я тоже годами в книге не видел, последние там пару лет я стал вырубаться и видеть ее, да, Билл пишет, не помню, опять же, извините меня за неточность цитаты, что ощущение является, как это слово там я все время привожу, неважно, короче, это качество человека, да, забыл, надо было книгу в руки взять, но Бог с ним. Качество человека, присущее, а, чувство осознания Бога присущее каждому человеку, присущее. То есть, мы с этим родились изначально, все, кому надо, тот пользуется. То есть, есть спортсмены, у них мышечная, ну, хорошо накачена. То же самое здесь, есть люди духовные, у них хорошо накачена, от них свет исходит. Это я видел таких людей в программе, не одного, а много, несколько десятков человек. Рожа такая, что в темноте убежишь от него, а от него свет исходит. Свет! Человек стоит с тобой, разговаривает, морда уголовная, у него там 15 лет трезвости, страшно с ним стоять рядом, ну, а от него свет. Да ты понимаешь, что это просто вопрос тренировки. И я, ну, на себе сегодняшнем понимаю, отпускаешь, не тренируешься, ну, начинаешь потухать, начинаешь исполнять, начинаешь проваливаться в эти эмоциональные. Вот. И вот так вот и научился. На сегодняшний день, как бы, сползу давно перестало быть для меня и странным, и юмористическим, и саркастическим. Я это слово произношу честно, с пониманием того, что я вкладываю в это слово. Вот. У меня четкое есть достаточно понятие о том, ну, что я подразумеваю, когда произношу это слово. И очень приятно, когда удается увидеть человека, который, ну, как бы пошел следом, да. В принципе, вся программа, это очень простая штука. Пошли с нами. Ты вот, ну, тащишь, тащишь, и сказал, да уйдем с нами. Вот только что парень не вспомнил, да. Вот только что. Зашагали, ну, красиво все, раз, все, пропал, уже не звонит неделю. Ну, в дело. Ну, понятно, в дело. Ты смотришь на это все, и как бы, ну, понимаешь, что далеко светит осознать очень простую штуку. Многим предстоит умереть, огромному количеству предстоит прожить эту жизнь неосознанности в тупике вот в этом вот. Встал, упал, сорвался, вылечился, не вылечился, хожу на собрание, не хожу на собрание. И многим предстоит узнать очень простую истину. Первое, Бог есть, как написано, да, А, Б, вот оно, мечтаем, А, Б, да, простые вещи, Бог есть, да, он вернет тебе здравомыслия, больше никто не в состоянии. И это произойдет, если ты будешь его об этом просить, если ты будешь его искать. Все, что проще-то? Как-то так, я на сегодняшний день, слава Богу, трезвый, не знаю, что у меня получилось. Еще раз очень благодарен вам за то, что вы пригласили, не знаю, был ли я полезен вам, но для меня это было полезно. Спасибо, я тут, я только свет включу, он, ну, снаружи выключатель. Ну, спасибо большое, Володь, за это играть, поблагодарим. У кого-нибудь есть вопросы? Времени не очень много, поэтому не затягиваем сразу, да, миски? Ну, я как всегда заболтался. Да, ничего страшного, все равно вопросов вагона маленькая тележка, и я тогда пока начну, внаглый. Вот он я, привет. Слушай, а у тебя был вот такой вот опыт, смотри, вот у меня сейчас как-то получается так, то, что, ну, нету под спонсорных, что-то не появляются они нехорошие такие люди. То есть я вроде там на группу хожу, высказываюсь, пытаюсь найти, я служу, то есть все вроде пытаюсь, и мне кажется, в том числе на этом фоне я начинаю потихонечку вот этой кукушкой тоже подсвистывать. То есть вот у тебя был вот какой-то такой период, хочется как-то ты быстрее пройти, или как, не знаю, как-то альтернативу какую-нибудь найти, вот, в общем, если понял вопрос, понял? Понял, конечно. Отлично. Было, ну, как чтобы совсем в нуль подопечных не было никогда. У меня есть ребята, старики, которые со мной там, с тех времен еще, как говорится, в затылок дышат, в общем, они всегда остаются, таких у меня, в принципе, двое, вот таких эксакалов. Знаете, успех вообще вот в моем случае и по моим наблюдениям вокруг, ну, где-то один из 20-30, не больше. Я раньше думал, что такой корявый спонсор, что у меня такая харизма неправильная, все такое. Ну, впоследствии я начал понимать, что ты хоть пляши, да? Вот, поэтому, ну, были такие периоды, они потом появляются, ребята появляются. Что я делаю, да, я не пересиживаю это время и не перетерплю, я просто начинаю быть активнее. Я подхожу к новичкам на собрании, просто с ними разговариваю. Часто спрашивают, а как вот? Я говорю, просто погоди, поговори с ним за жила-была. А кем ты работаешь? А чтобы он доверять начал, просто элементарное человеческое доверие, чтобы он видел, что перед тобой не стоят какие-то там нефические существа, да, из сказки, там, «10 лет трезвости». Они же не понимают, я же помню свое ощущение. В смысле «10 лет трезвости». Смотришь на него, должен быть, небожитель какой-то или решит. Когда ты начинаешь с ним разговаривать, это же все написано. Ответ лежит в тексте книги, в главе «Работая с другими». Читаете? Ребята, когда спрашивают, как взять подопечного, говорю, ты когда последний раз открывал вот это «Работая с другими». Открой, прочти, там же все написано, четко прям. Чититин говорит за жизнь, дай ему высказаться, спроси за жену, спроси за работу, за то, за пятое, десятое. Глядишь, через два-три собаку его подходит, а что такое спонсор? О-о-о-о. И то не факт, что будет с тобой шагать. И то не факт. И как бы я обычно не парюсь, ну, я уже сказал, служу я кем-нибудь всегда, когда более активно, когда менее активно, но когда вот совсем, ну, читать не с кем, я вообще не говорю, у меня нет подопечных, я так не говорю, я говорю, мне не с кем читать сегодня. Ну, я традиции с ребятами читаю. Не сразу там, ну, кто продвинутся, кто шаги делает, я вижу, что начинает служить, читаю с ним традиции. Всегда что-то придумается, то есть, хотя бы одно чтение в неделю, как правило, у меня есть, за редчайшими исключениями. А когда в нормальном формате, ну, карантин, кстати, очень сильно выбил, карантин действительно выбил, ну, стало хуже с этим. Но в обычном формате у меня, как правило, в неделю двое тролли. Ну, я их раскидываю там, да, ближе к выходным стараюсь. Ну, вот сейчас, вот на данный момент парень сорвался, нету, вот конкретно сейчас подопечного, с которым я читаю книгу непосредственно, прям передаю шаги, нету. Ничего, не парюсь, появится, куда он двигается. Если ответил, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Классица, у меня есть очень любимое одно из мест, через которое я к Богу шел, не смейтесь, у меня есть у Лукьяненко замечательный роман «Спектр», он отличается от всех этих дозоров, это, ну, так сказать, немножко другой Лукьяненко. Я его многократно переслушал. Вот, фантастика тоже в его стиле, но тем не менее, там много философии интересной. Вот, и там у него интересные высли, такие о смысле жизни. Ну, я не могу сейчас, это надо минут пять рассказывать предысторию, да, чтобы была понятна фабула книги, чтобы он лезть в это, ну, поэтому ограничимся тем, что я просто упомянул, да, там есть очень интересная вот идея о том, что, ну, жизнь без смысла, она в жизни таковой не является. Тут жизнь лишенная смысла. А в чем смысл жизни? В смысле? В жизни? В чем смысл жизни? В Боге? Очень трудно это все определить. Но в чем религиозные люди? В том, что они достаточно четко понимают, в чем этот самый смысл. Этим они отличаются от меня, от меня предыдущего, от меня, жившего без этого царя в голове. Это как детская пирамидка. Есть стержень, на нее можно нанизывать все, что угодно, в кружочке разного размера. Там будут и работы, и отношения, и дети, и знакомые, и так далее, да. Но если нету стержня, это все рассыпается. Вот у них есть. У них все просто. Я говорю о людях верующих, искренне верующих. Даже те, которые просто соблюдают традиции, это лучше, чем болван, который все критикует и ничего не делает. Написано же в агностиках, то есть мы были, мы говорили о нетерпимости, будучи сами нетерпимыми. Мы никогда не отдавали, не уделяли то, что во времени молить. Я ничего с этим не делаю, я не пробую, я не тренируюсь, я ничего с этим не делаю. Я не понимаю, как жизнь, у меня все расплывчатое. И, ну, глобальный вопрос, для чего я живу, остается без ответа. Ну, чтоб детям, чтоб детям шо? Так как все живут? Дальше-то че? Ты что-то создал умное? Нет. Ты известный человек? Нет. Ну, вот так вот серость галимая, да? Но если есть вера, она отвечает на этот вопрос. И есть четкое предназначение. Например, Вова, в твоем конкретном случае Бог спас тебя от алкогольной отвратительной смерти для того, чтобы ты стал полезен, передал свое подруге. Тут прям целое сообщество таких вот полудургов, как ты оказалась, что есть. Они прям все такие же чокнутые, как ты, плюс-минус, да? Ну, и достаточно четкое понимание смысла жизни появляется. И когда выстраивается вот этот стержень, на него вдруг неожиданно начинают нанизываться вот эти самые кружочки. И ты понимаешь вот это вот самое доверие, о чем мы говорим? И ты понимаешь, они в этом правы. Я начинаю доверять Богу. Моя жизнь выстраивается. Практически доверять. Не словесно на группе там, ну, поболтать или на спикерской. Начинаешь делать практические действия. Начинаешь выполнять какие-то функции, да, привязанные вот... И ты понимаешь, в чем они правы. В том, что смысл жизни достаточно четко определен. Выполняй свое предназначение. Не мудри, не морочи. Есть конкретное предназначение. Мое конкретно в этом. Уникальный опыт, уникальная полезность. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Так, у нас время подходит к концу. Ни у кого еще вопросов нету? Все, наверное, тогда... Володь, спасибо тебе большое за спикерскую. Будем потихонечку завершать. Еще раз большое спасибо за опыт. Давайте поблагодарим человека. Спасибо. А мы завершаем группу. Субтитры создавал DimaTorzok